Я сильно постарела Но ты ведь Узнаешь меня, верно? Так смотришь, будто впервые меня видишь Этот взгляд Это я, импа Но хоть имя-то ты помнишь Значит, совсем ничего не помнишь Что ж, может это и к лучшему Линк, подойди ближе Офигеть, этой старухе больше ста лет, ты прикинь Сто лет назад Да, сто лет назад королевство Хэрол было уничтожено Ты был при смерти И Зельда велела погрузить тебя в священный сон А потом она в одиночку бросила вызов Ганану Но перед этим она оставила для тебя особое послание Я ждала сто лет, только чтобы передать тебе ее слова Но Послание, ради которого принцесса готова была расстаться с жизнью Если хочешь его услышать Ты должен быть готов отдать свою жизнь Но ты ничего не помнишь Боюсь, пока я не могу взвалить на тебя это бремя Возвращайся, когда вспомнишь Кто ты на самом деле и будешь готов услышать послание принцессы Эй, бабуль, что началось-то? Я что, сюда зря, что ли, перся? Ладно, раз меня отшила бабуля, буду проверять тогда комментарии Один из комментариев утверждал, что если я сюда положу яблоко То мне откроется секрет Что ж, ладно Давай достанем из нашего рюкзачка яблочко Кладем его сюда Кисьмо А, да ладно, это же наши лесные друзья Ура! Ты меня нашел! Ну, раз мы тут закончили, полагаю, что эти яблоки я могу забрать Эй, лошадь, я ж тебе морковки купил Вкусный На, вкусника Ааа, как хрустишь Ну, я ж тебе говорю, зачетная морковь Шопинг, шопинг, шопинг Пойду пошоплюсь, я Дряту тебе Нужна одежда? Конечно нужна Уже месяц как без сменки хожу Короче, перетер я с этой девчули Говорит, бери-ка хайлийский капюшон Ну, я так на него посмотрел Вроде ничего такой капюшончик-то Буду как-нибудь изи смотреться Поскольку денег не хватало Решил продать свою старую шматье вонючее В общем, рубаху потную продал И подштанники проперженные тоже продал Девчонка была просто в восторге И я тоже Доволен и в капюшоне Брутальный поцок на районе Бойтесь меня Ночь, моя подруга А я ее тень Выхожу в ночь А, блин, сейчас день О, черт, ну ладно Пришло время совершить какой-нибудь крутой подвиг В моем новом капюшончике Поэтому я поднимусь сейчас наверх И зайду в святилище Про которое мне говорил дедуля Наставление Талунек Опять эти святилища Так, слева сундук Справа сундук Здесь явно есть подвох Всемирный клинок Щит духовного ока Я так и знал, что здесь есть подвох О, здорово, жирафик Нифига себе, у тебя джедайский меч Так, надо бы у тебя его отжать Прыжок в бок позволяет тебе избежать вражеских атак И даст возможность провести контратаку А, да ладно У меня сейчас будет моя первая в жизни тренировочка Я кунг-фу, хоп Я ниндзя, хоп Видал, видал, как я в разные стороны прыгаю, да? Ты не ожидал от меня Хе-хе У-у-у, матрица Ничего себе, вот это я умею Вот это я могу Сальтуха назад Ну-ка О, круто Короче, он мне уже надоел Я у него просто хотел меч отжать Они тут со своими тренировками Усё, мы снова с тобой на улице И сейчас я тебе покажу Своё серфопланирование Короче, это комбо Состоящее из серфинга Мы вначале серфим с тобой Смотри, вот так вот Понеслась И потом прыгаем И парапланим Вообще огонь Для тех, кто спрашивал Можно ли серфить по воде на своём щите Я сейчас всё это дело продемонстрирую Так, разгоняемся Прыгаем И как бы нет Гостиница Сладкие сеные Отлично То ж нужно А то мне уже баюшки пора На горшок И спать Восемь вечера Все дела А, тут консьерж дрыхнет Может я так смогу прилечь Нет, так не смогу Придётся её будет Ладно Эй, старуха, проснись А, что, что А, простите А, в общем Обычная кровать 20 рупий А мягкая 40 рупий Кажется Чё? 20 рупий За поспать Не, давай, до свидания Пока А мог бы неплохо выспаться Хе За 22 рупий Я и на травушке неплохо высплюсь Короче, бабуль, я созрел Давай там Чё там принцесса тебе говорила Может, ты потерял память Но храбрость и чувство справедливости осталось при тебе Хорошо Ты ничего не помнишь Поэтому я расскажу тебе обо всём, что было История королевского рода Хайрула Неразрывно связана с бедствием по имени Ганон С давних времён Он приходит снова и снова И каждый раз тот, в ком живёт душа героя Вместе с принцессой В чьих жилах течёт кровь богини Спасает мир И колесо истории совершает очередной оборот С течением времени битвы с Ганоном Становились легендами Которые передавались из уст в уста Я расскажу одну из них Речь в ней пойдёт о том, что случилось 10 тысяч лет тому назад В те времена процветающий Хайрул был домом высокоразвитой цивилизации Даже монстры не представляли тогда для людей никакой угрозы Технологии и возможности той цивилизации Позволили создать нечто особенное То, что должно было помочь герою и принцессе Заточить Ганона раз и навсегда Были построены четыре машины Чудища, которыми можно было управлять А также механические бойцы Известные как стражи Они могли сражаться сами по себе Из разных народов были выбраны четыре воина Обладавшие особыми силами Они должны были управлять чудищами Всё было готово к битве с Ганоном Когда он, наконец, напал на Хайрул Четыре воина Герой и принцесса Все вместе смело выступили против коварного врага Многочисленные стражи Многочисленные стражи, хоть и были невелики, защищали героя А чудища обстреливали Ганона из своих мощных орудий, ослабляя его И когда герой с мечом, сокрушителем зла Нанёс Ганону решающий удар Принцесса заточила его с помощью священной силы Королевского рода Сто лет тому назад, чтобы подготовиться к пришествию Ганона Мы решили поступить так же, как и наши предки за десять тысяч лет до нас Но мы кое в чём ошиблись Мы недооценили его силу Чтобы эта ужасная ошибка не повторилась Принцесса просила сказать тебе вот что Освободи четыре чудища Четыре чудища Это древние боевые машины Шика Ими управляли четыре воина, которых погубил Ганон Первым чудищем управлял Дарук Воин народов Горонов Вторым Ревали Воин народа Рита Третьим Мифа Воин народа Зора А четвёртым Урбоза Без помощи чудищ тебе будет сложно справиться с Ганоном Ганон захватил их сто лет назад Проникни внутрь чудищ и верни их на нашу сторону Встреча с импой выполнена Так, задача есть на Нам нужно найти этих четырёх чудищ Опа, дрейчмада мы как раз закончили, проходите Но сперва, прежде чем отправляться на поиски этих чудищ Нам нужно починить наш камень Шика Да, оказывается он у нас соломан, я даже сам не знал Ого, смотри какой пухоленький Ну-ка давай-ка с ним поболтаем Клюн, ты меня видишь? Вижу Ура, ура, ура Клюн, клюн, клюн Сто лет меня никто не видел Я Эсту Мне очень нужна помощь, но меня же никто не видит В общем, слушай Мои любимые маракасы стащили монстры Они вон там, за скалой, видишь? Без маракасов я не могу использовать свои способности Пожалуйста, забери маракасов монстров Ну что ж, я думаю, что мы сможем помочь этому доброму пухляшу Где-то здесь Ага, вижу свинот, который стырили маракасы Чёрт, слезть не получилось Конь, поехали, поехали Чё-то в этой арке встал Сейчас отхватим люляху Нифига себе Пупец лошади прикрыл своим телом Ничего, настало время испробовать мой джедайский меч Ха-ха-ха Вот так вот получайте, свиньи Чё-то какой-то кипыш непонятный Ух ты ж, блин, я думал, сейчас свиноту оседлаю Эй, коня не трогай Блинский Ты прикинь Конь, короче Ну чё вы этот сундук показываете? У меня там трагедия, у меня конь упал с горы Короче, свинота ударила коня Конь психанул и полетел с этой горы Ну там, кстати, вроде вода, да? Там речуха Может он выжил как-то, я не знаю Забираем маракасы нашего пухленького друга Маракасы Эсту Что ж, предлагаю спуститься вниз И посмотреть, нет ли там нашего коня Но я думаю, что его, скорее всего, унесло течением О, смотри там Это кто там такой бегает? Фея, что ли? Да, погодные условия, конечно, не летные Коня внизу я не вижу А вот плод есть Что ж, ладно, я убедился, что коня здесь нету Похоже, что я его больше никогда не встречу А так жалко, я его столько кормил Столько его любил и лелеял В общем, отправляемся сейчас с тобой на другую сторону реки Чтобы посмотреть, что там за фея бегает Ааа, нифига себе, это не фея Это какой-то демон, слушай С волшебной палкой И он бегает по воздуху Опа, нас палили Чё? Это палка, которая пуляет фаерболами? Он в стелс ушёл, что ли? Смотри, я вижу его следы Прикольно Интересный персонаж Надо бы его подстрелить Вот так вот Надо бы у него палочку вообще отжать Эй ты, палку мне волшебную отдал Чёрт, совсем забыл сменить оружие Где там мой джедайский меч? Эээ, боюсь, у меня больше нет джедайского меча Берём саблю Вот так-то Палочка Вырубалочка Жезл огня Ништяк, я теперь волшебник и покоритель огня Дай-ка я затестю Вау, круто Ну, конечно, опасная штука Можно, в принципе, всё к чертям спалить с ней А шарик огня, чё, бесконечный? А, ой, исчез Блин, я и не знал, что тут волшебные палки будут Офигеть О, горячий поток, оказывается, нас может ещё и поднять вверх Надо это дело запомнить, пригодится Что ж, отправляемся на поиски лошади Потому что пешочком я буду очень... Горите пеклом, летучие мыши Думали, застанете меня врасплох А шиш вам, у меня есть палочка Блин, палочка села Батарейки сели Эй, где мои фаерболы? А, смотри, зарядилась Короче, у неё всё-таки кончается заряд И она потом перезаряжается Ладно В общем, мы сейчас с тобой отправляемся на поиски лошади Нашёл два светилища Сейчас мы их отметим Чтобы в будущем не потерять Одно вон там Отмечаем его А другое наверху Отлично Теперь мы подсветили святилище И они у нас отображаются на мини-карте Наконец-то увидел лошадей Вон они пасутся на лугу Целых три коняшки И сейчас мы кого-нибудь с тобой приручим Нифига себе О, кстати Надо вспомнить тренировки И оточить свои умения Фиговые тренировки у меня были Так, дубль тридцать три Вот так-то А теперь отведай фаербольчика Жареной свининки никто не хочет Хе Коняшки, конешулечки Кого бы мне поймать О, блин, я их спугнул Дикие лошади боятся меня, смотри Придется ловить А ну иди сюда А, нифига себе Она меня лягнула, ты видел? Боевая коняшка Сейчас я тебя оседлаю Слушай, может быть Ее яблочком приманить? Давай-ка яблочко в руки возьмем Думаю, два яблока хватит Коняшечка У меня тут для тебя яблочки есть Иди сюда Пупсик Пупсик Ай, блин, опять спугнул Короче, в топку яблоки придется Так Силы брать Момент настал Прими-то стал Есть Я ее оседлал Блин, она какая-то неуправляемая Слушай Капец Брыкается еще Ладно Я думаю, мы с ней все равно поладим Поглажу ее сейчас Может успокоиться Яблок надо бы дать А, ну конечно Это за милую душу В общем, мы тут неподалеку были от святилища Заметили конюшню Конюшня-близнецы И думаю, дай-ка заеду Посмотрим, что у них есть Короче, прикинь Оказывается, мне того коня нужно было зарегистрировать Собственно, чем я сейчас и займусь Регистрация проходит только в конюшнях Это как, короче, тачку в ГИБДД поставить на учет Вот тут то же самое Ты лошадь ставишь на учет За это платишь денежку 20 рупий в моем случае Я отдал за регистрацию своей лошади Вот, и теперь лошадь, которую я только что поймал Я ей даю имя Свою я назвал Иго-го-бро Я уже писал об этом в комментариях Характеристики моей лошадки Ты видишь у себя сейчас на экране И, в принципе, можешь поздравить меня С моей зарегистрированной лошадью Теперь я могу позвать свою лошадь При помощи свиста А также на ней появилось седло Ты посмотри, какая красотка Мне теперь на ней удобнее будет передвигаться Просто огонь Челлендж с курицей Писали в комментариях, что если ударить курицу То на меня сагрится просто огромное стадо этих куриц Но, поскольку я не псих И вообще, куриная смерть Это просто глупая смерть Ну, прикиньте, курицы заклюют Я решил проверить эту теорию на свиньях И, кажется, это будет довольно сложно Потому что курица постоянно убегает К тому же, свиньи не обладают особым интеллектом И им довольно сложно ударить по курице Блин, я уже тут бегаю Наверное, минут 10 Они никак не могут попасть по курице Давай, ну ударьте Есть попадание О май гарбл Божечки Это капец Прикинь, они до смерти просто свинью заколопатили Кажется, меня сейчас тоже заколопатит Надо что-нибудь сожрать Наконец-то Наконец-то мы вернулись к нашему пухляшу Которому нужно отдать маракасы Надеюсь, он нас щедро отблагодарит Сейчас посмотрим Кьюрн, это они Мои маракасики Давай скорее сюда Кьюрн, я так щедро Стоп, совсем забыл Мои маракасы В них ведь нет карокских семечек И теперь они молчат Мне бы хоть одно семечко Я бы пел, танцевал и использовал способности Чтобы отблагодарить тебя Например, я мог бы сделать твою сумку вместительнее Эээ, бро, подожди У меня есть вообще-то семечки Давай-ка еще поболтаем Видишь ли, дети леса стащили из маракасов Карокские семечки Я их искал, искал и не нашел Нюх-нюх Я чую карокские семечки Тебе дали их дети леса Заодно карокские семечки Я сделаю твою сумку вместительнее Ну давай Делай Крюон, вот и замечательно Какое отделение увеличить? Вот это вопрос Могу увеличить отделение для оружия, луков и стрел Или щитов? Сложный выбор, ну давай, например, для оружия Будет сделано Танцуй со мной Поехали Ха, это было мощно И ячейка появилась дополнительная, смотри Ну шикарно же, ну шикарно У меня теперь на одно оружие больше будет Смотри, смотри Отделение для оружия стало больше Нюх-нюх У тебя есть еще карокские семечки? Какое отделение увеличим? Ну давай для щитов Будет сделано Танцуй со мной Поехали Я не могу с него Он просто такой няшный и прикольный Что я бы, наверное, на его танец вечно смотрел Ох, что-то я затанцевался Надо скорее домой, а то деда будет ругаться Ну, я пошел Если найдешь карокские семечки, приноси их в лес А, блин, а я-то думал Бесценные маракасы выполнены Я-то думал, я сейчас все карокские семечки спущу А нифига Он улепетывает Ох, нифига себе Вот это местечко Ты глянь, сколько здесь этих роботов поломанных Здесь явно было какое-то поле битвы Вот мы и прибыли в город, где нам починят Камень Шика Какие прикольные здания, смотри Этот город не затронула война Он остался таким, каким был ранее Ух ты, какие малютки бегают Нам здесь нужно с тобой найти Гостиницу Нет, гостиница нам не нужна Нам нужно найти с тобой Как это называется? Исследовательский центр Точнее, не совсем центр Это институт Нам нужно найти институт По изучению камня Шика Так, я не понял Девочка, ты что-то от меня хочешь, не? А, не, все, убежала девочка Но ворачивал вокруг меня Сто пятьсот кругов В общем, этот институт Находится чуть выше, чем сам город Я так полагаю Это вонта дымящая башня На вершине горы Отлично Мы прибыли Это, собственно Больше похоже, конечно, на мельницу Или на какой-то трактир Да на все, в принципе, похоже Это здание Но никак не на институт Сложно поверить, что это Профессиональное учебное заведение Смотри, там жаба наверху в очках Круто Хатенский институт Хатенский институт Генератор горячий Руками не трогать Хорошо, я уяснил Пойдем внутрь Ну, похоже Похоже на институт Или даже библиотеку Смотри, сколько тут книжек И листочков разбросано Просто по полу Так, девочка Добрый день Здрасте Это Хатенский институт Тебе нужен профессор? Да Профессор вон там Он страшно занятой человек Так что постарайся не отнимать У него много времени Окей Я так и понял сразу, что это профессор О, кстати, смотри Там, как эта штука называется Куда вставляем камень Шика постоянно В общем Вот эта вот штука Не знаю, как ее назвать Чудо-штука В общем, пойдем до профессора Поболтаем с ним Профессор Добрый вечер Здравствуй Ты, наверное, еще никогда не видел Так много книг сразу Здесь мы храним всю литературу По древней цивилизации Сколько здесь книг? Трудно сказать О, это же камень Шика Настоящий? Вот это да Стыдно признаться Но я никогда не видел его своими глазами Покажи, пожалуйста Какие руны на нем есть Телебомбы Стазис Магнезис Крионис Что еще? Больше ничего Хм, странно Кажется, отсутствуют базовые руны Интересно, почему? Прошу прощения Я же не представился Меня зовут Симин А, ты ведь Линг, верно? Госпожа импо мне Рассказывал про тебя Она предупредила, что придет юноша с камнем Шика И попросила оказать ему всяческую поддержку Сказала, что ты Наша Надежда Пробудившийся от долгого сна жизни И что тебя зовут Линг Ой, я же забыл Прошу прощения Профессор Профессор У нас тут настоящий камень Шика Профессор? Точно, я же не представил тебе профессора Не понял Я думал, ты профессор Вот это поворот Наш профессор Глава Хитинского института Величайший специалист по древним технологиям Госпожа Пура Ах ты, маленькая проказница Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok